Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале «Экзегет» касаемся одной из очень важных тем. Так или иначе, эту тему многие пастыри, которые на библейском портале отвечают на ваши вопросы, ее уже касались. Хочется лишь еще раз обратить ваше внимание на эту важную тему. Как правильно поминать усопших? Чем мы можем более, скажем так, современным языком эффективно и лучше помочь нашим усопшим сродникам? Чем по-настоящему им можно помочь? И перед тем, как мы коснемся этого вопроса, хочется обратить ваше внимание на то, что Господь наш Иисус Христос, не знаю, задумывались ли вы, дорогие друзья, над этим, много раз рассказывая притчи народу о Царстве Божием, и в конце Господь говорит такие слова, «Имеющие уши слышать, да слышит». Казалось бы, для чего? А на самом деле это очень важные слова, потому что Господь сердцевидит, знает нашу поврежденную грехом природу. Мы действительно таковы, дорогие друзья. Это отнюдь не оскорбление кого бы то ни было, это констатация факта. Это, если можно так выразиться, диагноз нашей поврежденной природы. Мы действительно порой слышим только то, что мы хотим услышать, и совершенно не слышим то, что слышать не хотим. Вот в одной из предыдущих бесед мы коснулись вопроса о том, кого нельзя поминать в заказных записках на Божественной Литургии. И как и следовало ожидать, потому что неоднократно этой темы приходилось касаться, сразу диалог переходит совершенно в другую плоскость. А как же молиться? А кто же будет за них молиться? И так далее. Никто никогда, дорогие друзья, не говорил, что молиться не надо. А вопрос звучал конкретно в той беседе. За кого можно подавать на Божественной Литургии? За кого можно вынимать частичку? А за кого нельзя? Почему? Не потому, что Бог его не любит, или что Бог не хочет ему спастись. А кому это не полезно? И вот в прошлой беседе я старался процитировать вам слова святителя Симеона Солунского, который четко, ясно, недвусмысленно, на основании священного предания Церкви, говорил, почему людям, которые живут во грехе и от греха отстать не желают, не хотят отстать от греховной жизни, «Такая жертва, приносимая за них, служит им во осуждение». Само собой разумеется, что не всем нравятся слова святителя Симеона Солунского и других святых отцов Церкви, которые призывают к чему? Подчеркиваю, вдумчивому, серьезному, благоговейному отношению, в первую очередь, к божественной литургии, отношению к своей собственной душе и к душам наших ближних. И под той беседой много было вопросов, а как же нам правильно поминать наших усопших сродников? Давайте сейчас постараемся на эту тему задуматься. В первую очередь мы знаем из Священного Писания, из послания святого апостола Якова, что у нас есть заповедь «Молитесь друг за другом». Из Священного Писания Ветхого Завета мы знаем о том, в частности, из книги Иисуса Сына Сирахова, из 7 главы, о необходимости милостыню подавать за души усопших. Милостыню подавать и о спасении живых, и о спасении усопших. В частности, в 7 главе Иисуса Сына Сирахова сказано «И к бедному простирай руку твою, дабы благоволение твое было совершено. Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости». Что значит «умершего не лишай милости»? Как мы можем оказать милость умершему? То есть мы ему материальную милость дать уже не можем. Он уже перешел за вот эту невидимую грань, которая отделяет нашу жизнь от жизни невидимой, жизни духовной, жизни уже загробной. И здесь именно подразумевается, что надо давать милостыню о упокоении души усопшего. Но в первую очередь хочется ваше внимание вот на что обратить, дорогие друзья. Самая эффективная, самая необходимая помощь, которую мы можем оказать нашим усопшим, это молитва на Божественной Литургии за них. Вот я специально принес, чтобы показать вам самый авторитетный богословско-литургический источник, на который всегда ссылаются все верные чадо Святой Церкви. Это творение священномученика Афанасия Сахарова, которое так и называется «Поминовение усопших» по уставу Православной Церкви. Зачитаю вам, дорогие друзья. На Божественной Литургии по освящении святых даров совершается поминовение живых и усопших по именам. Это самое важное и самое сильное и самое действенное поминовение. Еще раз повторю, по освящении святых даров. Любой верующий человек, который хотя бы в общих чертах знает, чинопоследование Божественной Литургии, знает, что после символа веры, который поет весь храм, все молящиеся в храме, в алтаре, вот этот момент службы называется «Евхаристический канон», когда в алтаре силой Духа Святого, святые дары на престоле претворяются хлеб и вино в истинное тело и кровь Господа Иисуса Христа. И вот после приложения претворения святых даров, священник, который стоит перед престолом, молится, мысленно, мысленно обращается к Богу и просит и за живых, и за усопших. И вот здесь как раз святитель Афанасий Сахаров и обращает внимание, что именно вот это, по освящению святых даров, мысленная вот эта молитва, обращение к Богу, имеет самое сильное и самое действенное поминовение. И цитирует святителя Кирилла Иерусалимского. «Великая польза будет душам, о которых приносится моление, когда прилагается святая и страшная жертва». Святитель Иоанн Златоуст, великий учитель церкви. В 11 томе его произведение я специально принес, чтобы вам зачитать. Здесь как раз беседы на послание святого апостола Павла к филиппийцам. И здесь как раз очень пространно святитель Иоанн Златоуст. Я просто вам зачитаю лишь одно место. Говорит о том, как необходимо на божественной литургии молиться за наших усопших. «Ненапрасно установили апостолы, чтобы при совершении страшных тайн поминать усопших. Они, то есть апостолы, знали, что от этого много им выгоды и много пользы. Когда весь народ и священный лик стоит с воздеянием рук, когда придлежит страшная жертва, то как не умолить Бога, прося за наших усопших?» То есть, обратите внимание, о чем здесь говорит святитель Иоанн Златоуст. И специально хочется вот это подчеркнуть. То есть все молящиеся, священник воздевает руки в алтаре, диакон, молящийся в алтаре, и любой из вас, дорогие друзья, стоящий в храме, молящийся, в этот момент вознесите свои умы и сердца к Богу и помолитесь за своих усопших. Часто бывает как? Я думаю, дорогие друзья, все, кто сейчас меня слушают или будет слушать, вы хорошо вспомните, как чаще всего мы поступаем. В основном такая околоцерковная интеллигенция. Вообще люди, ну так или иначе, к церкви, относящиеся, может быть, с симпатией, с уважением, но не желающие вести подлинно христианскую жизнь. Как поступают? Приближается очередная родительская суббота. Вроде бы надо помолиться за усопших, потому что у всех у нас, кто-то из наших близких, уже перешел вот эту невидимую грань. Они уже там. Как чаще всего мы поступаем? Напишем записочку, занесем, отдадим за церковную лавку, купим свечу, поставим, небрежно перекрестимся, может быть, останемся на панихиду, может быть, не останемся чаще всего. А иной раз даже как делают? Сам человек не идет, но зная, что вот кто-то из его соседей, близких, родных, знакомых, идет в храм и зовут. Эй, тетя Катя, тетя Маня, тетя Таня, на, я знаю, ты в храм ходишь, сейчас родительская, на, передай за меня. Пусть они там помолятся. Распостаненные слова. Пусть они там, вот эти, да, под золотыми куполами, вот эти, которым все всегда мало, они там пусть помолятся. Так вот, святитель Азлатоуст, я сейчас только что вам зачитал, он призывает, чтобы и ты помолился, чтобы каждый из нас помолился. Ты стоишь в храме, не только они там, да, они там в алтаре молятся, и в храмах, и монастырях молятся. Но святитель Иоанн Азлатоуст обращает внимание, что когда весь народ и священный лих стоит с воздьянием рук, когда придлежит страшная жертва, то как не умолить Бога, прося за наших усопших? То есть, еще раз прошу прощения, эту повторю фразу, не то, что они там пусть молятся. Я подала записку, и они пусть молятся. Ты стоишь в храме, ты тоже член церкви, тебя также и слышит Господь. Господь на тебя смотрит. Души твоих усопших там, за чертой вот этой невидимой, ждут твоих молитв. Именно в этот момент, во время евхаристического канона, мысленно, с благоговением, с сердечной болью, может быть, даже со слезами, разумеется, слезы не надо показывать, но с сердечной болью помолись за твоих усопших. Это будет твое участие в молитве. Это будет твое участие в божественной литургии. И этого участия твоего в молитве, лично твоего и ждет от тебя Господь. Написать записку, подать это несложно, а Господь ждет твоих молитв. Вот как на эту тему говорит один из великих святых уже XX века, имя которого, наверное, не нуждается, дорогие друзья, в особом представлении, святитель Иоанн Максимович, архиепископ Шанхайский и Сан-Франциский. У него есть как раз одно произведение, как раз посвященное загробной жизни души. И вот как святитель Иоанн пишет об этом. Я думаю, всем вам, дорогие друзья, будет это полезно услышать. Как важно поминовение на литургии, можно видеть и следующих случаев. Еще до прославления святителя Феодосия Черниговского, который представился в 1896 году, и романах на тот момент, знаменитый столец Алексий из Голосеевского скитакия и Печерской лавры, представившийся в 1916 году. Вот это на тот момент и романах Алексий, переоблачавший мощи святителя Феодосия, устал и, сидя у мощей, задремал. И вот он задремал и в тонком сне видит перед собой самого святого, который сказал ему, спасибо тебе за труд для меня, прошу тебя так же, когда будешь служить литургию, помяни моих родителей. И назвал их имена Ирия, Никита и Мария. Спустя некоторое время были найдены, после канонизации святителя Феодосия Черниговского, найден был его помнянник, где были эти имена написаны. Вот этот потрясенный, в этом в тонком сне, потрясенный романах Алексий говорит, «Как можешь ты, святитель, просить моих молитв, когда сам ты стоишь перед небесным престолом и подаешь людям божественную благодать?» спросил романах. «Да, это верно», — отвечает святитель, «но приношение на литургии сильнее моих молитв». Здесь на что хочется ваше внимание, дорогие мои, обратить. «Святитель, уже из того, из горнего мира, является романахом на земле и говорит, «приношение на литургии сильнее моих молитв». Насколько оно важно. И еще очень важный урок, вот из этого примера, что святитель учит правильному, благоговейному, благодарному отношению к своим родителям. Он говорит, «За моих родителей помолись». Многие ли из нас, дорогие друзья, своих родителей, или своих бабушек и дедушек, помним, за многих ли мы молимся? Я специально подчеркиваю, дорогие друзья, одно дело написать записку, подать, и с таким вот облегчением сердца пусть они молятся. Да они-то помолятся. Священники, монахи, они для этого и живут на земле. Но ты за своих родителей почему не хочешь молиться? Участвовать в молитве тоже. И далее святитель Иоанн пишет, «Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоминаниях, милостыня или пожертвования на церковь. А особенно полезно им поминовение на божественной литургии». Было много явлений усопших, подтверждающих, как полезно поминовение наших усопших страдников. «Многие умершие в покаянии, но не сумевшие явить его при жизни, были освобождены от мучений и получили успокоение. В церкви постоянно возносится молитва о покоении усопших, и в коленопреклоненной молитве на вечернее, в день сошествия Святого Духа, есть особое прошение о и живуаде содержимых». Далее здесь святитель Иоанн Максимович приводит из одного древнего текста святителя Григория Великого из его собеседования пример того, как жертвоприношение на божественной евхаристии какое-то имеет значение для душ усопших. Святое жертвоприношение Христа нашей спасительной жертвой доставляет большую пользу душам даже после смерти при условии, что грехи их могут быть прощены в будущей жизни. Поэтому души усопших иногда просят, чтобы о них была отслужена литургия. Естественнее, и очень мудро пишет святитель Григорий Великий, обратите на это внимание, естественнее, надежнее самим при жизни делать то, что, как мы надеемся, другие будут делать о нас после смерти. Лучше совершить исход из этой жизни свободным, чем искать свободу, оказавшись в цепях. Поэтому мы должны от всего сердца презирать этот мир, как бы его слава не, как если бы его слава уже прошла, и ежедневно приносить Богу жертву наших слез, когда мы приносим жертву его святое тело и кровь. То есть здесь святитель Григорий Великий обращает внимание, очень, кстати, важная мысль, что естественно и надежнее самим при жизни делать то, на что ты надеешься, будут делать после твоей кончины. То есть, тебя будут поминать, но естественнее и благоразумнее тебе самому при жизни исправлять, исправлять свою жизнь, саму молиться и присутствовать во время богослужения. Далее святитель Иоанн пишет, «Всякий, желающий проявить свою любовь к усопшим и подать им реальную помощь, может наилучшим образом сделать это молитвой о них и в особенности поминовением на литургии, когда частицы, изъятые за живых и усопших, погружаются в кровь Господню со словами «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся сде, крови свою честную молитвами святых твоих». Ничего лучшего или большего мы не можем сделать для усопших, чем молиться о них, поминая на литургии. Это им всегда необходимо, особенно в те 40 дней, когда душа умершего следует по пути к вечным селениям. Тело тогда ничего не чувствует, оно не видит собравшихся близких, не обоняет запаха, цветов не слышит нагробных речей, но душа чувствует молитву, приносимую за нее, благодарно тем, кто ее возносит. И далее как бы обращается к своим читателям, святитель Иоанн, архиепископ Шанхайский, Сан-Франциский. «О, родные и близкие усопших, делайте для них то, что нужно, и в ваших силах, используйте свои средства не на внешние украшения гроба или могилы, а на то, чтобы помочь нуждающимся в память о них. Подавайте милостыню или на храмы, где возносится молитва». Ну, здесь надо сразу пояснить, когда святители обращают внимание, что используйте средства не на внешние украшения гроба или могилы, здесь не в том смысле, что вообще оставить могилу в пренебрежении, не об этом идет речь, в общем-то, любой благоразумный человек понимает, о чем идет разговор, но не слишком этому уделять внимание, потому что не внешние украшения могилы нужны душе вашего усопшего, а ваша сердечная молитва о нем, ваша молитва во время литургии и поминовение его, его души во время проскомидии. Как только кто-то умер, немедленно позовите священника или сообщите ему, попросите прочитать молитву на исход души, постарайтесь по мере возможности, чтобы отпевание было в церкви, чтобы над усопшим было кому почитать святую псалты. Отпевание должно быть тщательно обставленным, не должно совершаться небрежно, сокращением. Думайте не о своем удобстве, а об умершем, с которым вы навеки расстаетесь. И далее обращает внимание святитель Иоанн, что если есть возможность отпевать одновременно нескольких человек, соглашайтесь на это, потому что когда отпевание отслужено одновременно от двух или более усопших, тогда молитва собравшихся близких будет горячее, и каждое слово молитвы усопших подобно капле воды для жаждущего. Сразу же позаботьтесь о сорокаусте, то есть ежедневном поминовении на божественной литургии в течение сорока дней. Вот такой совет дает святитель Иоанн Максимович, архиепископ Сан-Франциский, великий чудотворец XX века, которого даже называли апостолом XX века. Преподобный Паисий Святогорец, хочу вам зачитать из четвертого тома его размышления на эту же тему. Помысел говорит мне, что только 10% осужденных усопших находятся в состоянии демоническом, и будучи в аду хулят Бога подобно тому, как это делают демоны. Эти души, ну, как бы примерно 10% осужденных, эти души не только не просят помощи, но и не принимают ее. Да и зачем им помощь? Что может сделать для них Бог? Представьте, что если ребенок уходит из дома отца, растрачивает все его имущество, вдобавок ко всему, еще и поносит отца последними словами. Чем такому поможет отец? Однако другие осужденные в аду, и их большинство, те, у кого немного любочестия, которые ощущают свою вину, каются и страдают за свои грехи. Те, кто находятся в аду, хотели бы от Христа только одного, чтобы он дал им пять минут земной жизни, чтобы покаяться. Мы, живущие на земле, еще имеем запас времени на покаяние, тогда как несчастные усопшие уже не могут сами улучшить свое положение, но ждут помощи от нас. Поэтому мы обязаны помогать им своей молитвой. И вот преподобный Паисий очень горячо, очень проникновенно как раз и призывает всех молиться и творить милостыню за наших усопших. Бог сейчас дает этим осужденным людям благоприятную возможность получить помощь до тех пор, пока не наступит второе пришествие его и когда он придет судить этот мир. Бог хочет помочь усопшим, потому что ему больно за них, однако он не делает это, потому что у него есть благородство. Он не хочет дать дьяволу права сказать, как ты спасаешь этого грешника, ведь он совсем не трудился над своей душой. Однако молясь за усопших, мы даем Богу право, в данном случае право в кавычках, как бы даем Богу право вмешаться. Надо сказать и о том, что в большее умиление Бога приводят наши молитвы у усопших, чем у живых. Поэтому наша церковь установила освящение заупокойного Колева, заупокойные службы, панихиды, заупокойные богослужения. Это самый лучший адвокат о душах наших усопших. Вот обратите внимание, дорогие друзья, я сейчас вам зачитал из авторитетных литургических источников о том, как необходимо, как важно поминать наших усопших. Еще раз в заключение подчеркну, если в отношении живых, которые еще находясь здесь во плоти, еще имеют самовластие, то есть имеют свободную волю, могут как творить добрые дела, так и грешить, то есть человек еще удобо изменчив во время земной жизни. И как говорил святитель Симеон Солунский, вот в одной из предыдущих бесед, я старался зачитать дословно вам его размышления на эту тему, если в отношении живых человек, который живет во грехе и сознательно, подчеркиваю, сознательно, от греха отвратиться не хочет, в Бога сознательно не верит, смеется над верой, попирает все заповеди Божии и человеческую совесть все попирает, то за такого человека молиться мы и можем и должны, но поминовать на Божественной Литургии за такого нельзя, потому что это служит ему в осуждении, то касательно усопших, усопший человек уже перешел за грани этой земной жизни, сам человек себе уже помочь не может, он уже нуждается в молитве других, вот только что мы с вами услышали слова преподобного Паисия, что люди находясь там, если у них еще есть любочестие, эти души, они рады бы покаяться, они просят от Бога и ждут, и надеются, если бы Христос им дал хотя бы пять минут земной жизни вернуться для покаяния, вот эти люди сами свою жизнь уже исправить не могут, почему не могут? Это же очевидно, потому что это уже душа, расставшаяся с телом, это уже не цельный человек, имеющий свободную волю, а это лишь душа, человек уже сам себе изменить не может, он бы рад покаяться, но уже не может покаяться, такой человек нуждается в нашей молитве, и он имеет право на нашу молитву, он имеет больше прав, он имеет как бы некоторые дерзновения от нас, живущих, ждать молитву за него, и вот, конечно, за усопших, как вот мы только что с вами слышали слова святителя Иоанна Златоуста, святителя Иоанна Максимовича, за усопших надо поминать на божественной тургии, подавать записочку за усопших, ну, за тех, кого-то мы знаем, да, вот родные, близкие, отец, мать, дедушка, бабушка, если они жили в советский период, может быть, и рады были бы ходить в храм, да, храмов-то не очень было много, может быть, были крещены в детстве, а всю жизнь прожили без веры, в силу целого ряда объективных обстоятельств, может быть, были добродетельные люди, ну, естественно, были у всех и грехи, и так далее, вот они перешли в вечную жизнь, они прожили в то время, когда благоприятных условий для духовной жизни практически не было, сейчас они ждут наших молитв, за таких, конечно, надо подавать на божественную литургию, но, и об этом вот все, вот кого я сейчас вам процитировал, и это еще не все я процитировал, такие ждут наших молитв, вот когда вы приходите на литургию, вы подали записку, но когда стоите на литургии, мысленно молитесь сами за них, пропели символ веры, начинается евхаристический канон, в алтаре притворяется хлеб и вино в истинное тело и кровь Христа Спасителя, а вы мысленно, сердечной болью, просите Бога, своими словами, сердце, собственно, любящее, благодарное сердце подскажет слова, молитесь своими словами, сказать, Господи, взыщи души усопших раптовых, моих сродников, бабушку, дедушку, отца, мать, брата, друга, знакомого, всех, кого помните, мысленно молитесь, и это и есть ваше участие в молитве, вы тоже члены церкви, вы такие же полноправные члены церкви, если вы крещены, если вы исповедуетесь, посещаете храм, стараетесь жить более-менее церковной, вашу молитву также слышит Господь, и самое главное, Господь ждет вашу молитву, и вашу молитву ждут ваши сродники, так что призываю всех вас, дорогие мои, посерьезней и повнимательней относиться к своей духовной жизни, проявлять милосердие и внимание к душам наших усопших, не перекладывать эту ответственность на кого-то, еще раз повторю то, с чего начали сегодня мы беседу, неправильно подать записку и думать, пусть они молятся, и сам помолись, поучаствуй в этом, тогда молитва твоя будет услышана, а плоды этой молитвы мы увидим тогда, когда после временной разлуки мы встретимся с душами наших усопших. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok